Ребята, доброе утро всем! Мы завтракать сели, погуляли уже на улице. Сегодня Паша опять на работу не пошёл. Не опять, а как бы это... Сегодня только. Сегодня четверг, у нас 10 октября. И дело в том, что он утром собирался на работу, а потом ему позвонил коллега по работе и сказал, что фирма сегодня не работает, что-то там со светом случилось. В общем, света нет. И, в общем, отбой, на работу не надо сегодня. Даже и хорошо, с одной стороны, для меня, потому что мне сегодня тоже надо к врачу, в кардиологический центр. Потом лекарства мои выписать надо к моему врачу домашнему. Потом на почту сдать посылочки. То, что вы у меня купили, сегодня я отправляю, потому что все дни вот эти у меня не было времени. Тоже за парнюши смотрела. Ему сейчас уже получше. Он помаленечку стал кушать. Вот, помаленечку кушает. Мюшка так совсем хорошо, все прекрасно с ней. Вот, я сделала себе, ребят, завтрак. Вот, яичница у меня, не знаю, силы вот это нет. Вот, и кофеечек, конечно, вот отрезала такой вот. До сих пор мы его, да, кушать не можем, да. Вот я его потихонечку ем. Что-то как-то не очень. Но больше я ничего не хочу. Вот у меня еще будет хлеб с маслом, да. Вот маслица намажу на хлебушек, на этот. Но хлеб этот тоже я весь не съем. Не думайте, что я все прямо это съем. А может и съем. Но больше ничего не хочу. Вот что-то как-то вот. Да, в отпуске хороший аппетит был. Дома что-то не очень. Ну, со здоровьем не важно, да. Вот. У нас погодка, знаете, какая. Сегодня всю ночь такой витрина был с дождем. Это что-то было. Знаете, к нам же тоже ураган надвигается. Сначала во Франции, потом к нам. Или наоборот. Что-то я это... Ну, тоже передают сильные ветра. И, в общем, это... Ну, видите, вот у Паши на работе что-то там случилось. Что у него света нет. Видать, там, ну, как бы задело, наверное. Но у нас еще сегодня ожидается, завтра, послезавтра передают. Вот, девочки, с добрым утром. Кофеечек у меня вот такой вот вкусненький, да. Вот. А после обеда у меня... Мне надо это похождения всякие. Отправлю посылочки вам. Отправлю, что еще. Ну, и к врачу обязательно, да. К врачу это прям мне нужно. Нужно, нужно. А потом, знаете, я себя, может, неважно чувствую, что такая у нас погода. Знаете, я, наверное, очень чувствительная с этим всяким магнитным бурям, ко всяким таким вот катаклизмам, наверное. Вон в Америке что происходит, да. Сейчас во Флориде там люди бедные, да. Убегают, прячутся, уезжают от такой погоды. Неизвестно, что будет, да. Ну, вот. Страшно, конечно. Конечно, мы тоже тут немножечко это боимся, потому что в груди у нас тоже что-то тут надвигается. Что-то будет. Нюнка там что-то с этими, с башмаками воюет. В общем, девочки, доброе утро всем, да. А то сейчас у меня все опять остынет. Вкусненько, вкусненько, как, да. Завтра мы с Барнюшей к врачу пойдем, посмотрит врач, что как, что. Что-то у него там это, не знаю, что-то он иногда ходит-ходит, потом как закричит. У меня там я, ага, папкин башмак взял. Нет, взял, говорю, взяла. Нюня, нельзя, нельзя. Девочки, а у меня здесь яички сварились. Здесь я для Паши яички сварила. Вот, у нас еще арбузик стоит. Вот, с холодильника вытащила, надо доедать. Он, кстати, очень вкусный, сладкий, красный. Вот, девочки, смотрите, почти что связала. Осталось только вот эти вот для лапок сделать, да. Вот, здесь вот так резинку подвязала. Здесь, видите, я убавляла. Убавление у меня шло. Я не знаю, сколько раз я убавила, но неважно. Вот, тут у меня такая вот резинка. Вот так вот соединила детальки, вот по шву здесь. Вот. И вот так вот. Здесь горловина. Пряжу вот так подобрала, видите, под цвет. Ну, что, мне вот этой не хватало. И вот осталось сейчас. Подождите. Осталось немножко, вот как раз на эти штучки. Я вот не знаю, то ли вот с такой сделать, то ли вот с такой на лапке сделать. Ну, добавить, естественно, еще какой-нибудь. Она тоненькая. Это шерсть. Вот. И это тоже шерсть, кстати, очень хорошая такая. А здесь вот так, с этой стороны. Вот, видите как. Ну, и все, сами можно связать. Не обязательно что-то покупать. Я пятерочка вязала спицами. Вот, пятерочка. Сейчас новые себе спицы выписала. Кручок. Вот. Хотя у меня он дофига. Вот в этой еще лежит. Но мне все надо-надо. Я люблю спицы, когда у меня есть. Когда мне что-то надо делать, да, чтобы у меня все было. Ну, и вот так. Видите, как хорошо получилось. Я ему штанюшки померила. Так. Классно. Вообще. Вот здесь, видите, я соединила. Шов такой у меня внутренний получился. Ну, это кому интересно, девчонки. Вот, видите, такой. Сейчас я выверну, покажу. У меня получился. Видите, здесь шов. Видите, я отдельно вязала деталь эту. Потом вот так вот. Так вот получилось. Здесь ровненько. Тут начала отдельно вязать. Красивенько мне нравится. Получается так. Хорошо. И спиночка вот такая вот. Ну, спиночка вот полностью с этой шерстью. Ну, вот эта шерсть тоже пасает, сюда подходит. Вот здесь я немножечко убавляла. Вот, видите, пошла сюда. Вот вязала-вязала вот так. Потом тут начала убавлять. Где-то петель по шесть. Где-то вот так я убавила. С одной стороны и с другой. Видно, что у меня, видите, как идет, да. Так вот сюда-сюда. Поэтому-то оно вот так получилось. Немножко. Ой, хорошо смотрится. Я хотела завязки сделать. Нанюшки померила. Вообще не надо. Оно так классно. И по размеру. Оно такое чуть-чуть большевато. Но эта шерсть, она может подсесть немножко. Пускай лучше большевато, чем маловато. Правда же. Супер получилась. Такая вот. Все буду завтра доделывать. Если время будет завтра, а нет, так послезавтра. Все. На этом кино окончено. Сегодня на сегодня. Барнюшку хотела сказать. Что-то он как-то встает. Он в основном лежит. Он не ходит. А когда встает, начинает ходить. И как-то начинает вякать. Ну, кричать. Как будто ему там что-то мешает или болит. Завтра я с утра погуляю. Нюшку домой. И пойду с ним, чтобы врач посмотрел. Что у него там. Может быть, там колется что-то ему. Потому что ему зашили. Сказали, что вы снимать. Нюшки сняли уже. Теперь вот ему через 10 дней. Ну, уже меньше. И может быть, что-то там колет ему. Потому что он ходить вообще не хочет. Он в основном лежит. Вот если покушал немножко, да. И ложится и лежит. Вот. Такие дела. Ладно, девочки. Будем кофе пить, кушать, да. А то я сейчас проговорю. Кофеочек такой вкусненький. Прямо прелесть, прелесть. Я вот, знаете, уже задумываюсь. Может, мне прямые эфиры вести. Тоже смотрю, девчонки все ведут. Ну, и многие, да. Ну, не знаю даже. Смотрите, какой у нас ветруган. Ужасно. Просто ужасно. Он, видите, ночью такое было. Такой шторм был. Я думала, там у нас на лоджи все снесет. Вот оно вроде, знаете, так, тишина, тишина, успокоится. Чуть-чуть, да. Потом как? Начинает, да. С такой силой. С такой... Я думала, там будут стулья летать. И все. Вот сейчас чуть-чуть вот так вот. Тихо, тихо, тихо. А потом, знаете, силу набирает. И такая мощь прямо, знаете, кажется, шерсть деревьев все повырывает. И с корнем, да, вот такое вот. Ну, в общем, знаете, оно как с какой стороны идет. Допустим, где Паша работает, там что-то у них там случилось такое, что ночью ураган такой сильный вроде как был. Вроде, вроде не утверждаю. Вот. Ну, вот так как-то, да. Такие девочки дела. Анюшеньке связала полуверчик. Полуверчик, да. Света ручек. Там меня уже там учителя поправляют, да. Как будто я на уроке русского языка. Ну, как сказала, так сказала. Как написала, так написала. Понятно, надо правильно писать. Ну, иногда пишешь одно и даже не смотришь, а вылетает другая совершенно буква или две, даже две. И слово вообще искажается. А я на это как-то, знаете, не сильно начинаю обращать внимание, да. Потому что, ну, я не знаю, как-то быстро все стараюсь делать. Вот. А меня начинают учить. Учителей на канале много. Ну, что сделаешь? Да. Да, девочки, да. А насчет Павлова-Пасадских этих шалей и платков, что у меня осталось? Ну, девочки, некоторые не знают, куда писать, спрашивать. По циге я вам скажу, сразу сейчас скажу. Видео цена у меня шали 130. 130. Могу уступить немножко, да. 130 евро, ойра. Могу уступить немножко. Платки у меня по... Так, так, так. А у меня там один, по-моему, такой вот платок, да, или два. Ну, у них другая цена. Там, получается, они по 95, по-моему, или по 100 они у меня. Что-то надо посмотреть. Ну, где-то так. Всегда я уступаю, ребята. Всегда уступаю. Так что, если что, пишите, да. Шелковые, конечно, вот эти платочки совсем по другой цене. Намного дешевле. И там один такой шерстяной платочек. Вот. Тоже у него другая цена. Медальоны я продала. Так что, чтобы не спрашивали, не писали. Медальоны черные, такой красивый, да, там медальончики, да. Он идет без этикетки, да, и без этих кистей. Вот. Поэтому я его дешевле намного продала. Но это как не платок, это как шалка. Вот. Такие вот дела, девочки. Ну, по шелковым я уже не помню, какая цена. Пишите, если кто хочет, да. Там два шелковых у меня осталось. Но я их носить не буду. Я их себе оставила. Но так понимаю, что носить не буду. Вот. Потому что мне некуда это носить. Я говорю, раньше я как-то ездила в Россию к маме. Нюнька успокоилась. Вот. Я зимой в основном ездила. Я любила зиму и любила по снегу там походить. Я всегда в шубке норковой спрашивали, куда носить. Да, я здесь не надеваю шубы норковые. Я когда в Россию или куда-то там. Вот у нас бывает, знаете, в Аден-Баден едешь. А там такие модные все женщины ходят. И они там все входят в дубленках, в шубках, знаете. Вот. И хотя, казалось бы, тут недалеко. Вот у нас 40 километров и Баден-Баден, да. А все девочки такие вот в шубках норковых. Все-все-все такие прямо мадамы-мадамы. Но вот я когда туда еду гулять, мы с Пашей там, ну, пошупиться, едем по магазинам прогуляться. Я одеваю норковую шубку, наряжаюсь, конечно. И Павла в посадские платки туда одевала. Нюш, не надо. Не надо, успокойся. А сейчас все, мне некуда и ехать. Мамочки нету. Вот. И теперь зимой я никогда в Россию не поеду. И шуба только здесь, наверное, одевать. И платки тоже. Девочки написали, вот не жалеете, что я платки Павла в посадские продаю. Нет, нисколько не жалею, потому что не ношу. Зачем, чтобы они у меня тут лежали, да. Ну, как бы, сами понимаете, в шкафу. Для чего? Для чего? Ну, захочу я когда-то. Я в Россию езжу каждый год. И буду ездить каждый год. Даст Бог здоровья и все, чтобы в мире было хорошо. Я всегда, если захочу, я какой-то один-два платка или шалки. Я всегда себе куплю. Понимаете? А так, чтобы они лежали, я не хочу. Поэтому, вот. Ничего не жалею. Нет. Я там оставила себе пару штук, которые, ну, не предлагаю, которые я сама буду носить. Они у меня есть, да. Если захочу, я одену. Из них молитва есть. Потом еще какой-то, я не помню. Ах, не помню. Что-то такое еще. Два. Два или три. В общем, четыре штуки я себе оставила. Два платка, по-моему, две шалли. Вот. Так что, если захочу, я одену и пойду. Так что, девочки, вот так. Да. Давайте. С добрым утречком. Заболтала я вас здесь, да. Ну, вот. Надо видео вам поставить. Вчера не ставила. Вот. Да. На всю неделю у меня как-то, да, вот варнюши приоперировали. Он какой-то, это, таблеточки я ему даю на травах. Я уже говорила, каждое утро. Ну, и он какой-то, я как-то боюсь оставлять, сильно уходить. Он вялый какой-то. Ну, не то, что, ну, как-то болеет ему плохо. Видите, две операции сразу же. И кастрация, и пальчики вот эти обрезали пятые. Они у него на кости были. Абсбол даем. Конечно, у него это все болит. Он, видать, может, и на лапке встает и сразу так вякать начинает. Ему, видать, больно, понимаете. Конечно. Вот, и поэтому лишний раз я эту никуда не ухожу. Вот, как сказать, да. Смотрю за ним. А завтра к врачу свожу, пускай посмотрит. Почему он плачет, когда встает, он сразу начинает плакать. Как прям, как завизжит, завизжит. Видать, что-то больно ему. Ладно, девочки, все, прекращаю болтать. Доброго утра, да, утро у нас. Да, пошел у меня, ушел там по делам. Он говорит, я пойду на фирму. Говорит, посмотрю, что там случилось. Говорит, Света выбила что-то. Ой, девочки, пока. Я тоже заговариваюсь. Свет что-то отключился. Ну, выбила что-то там. Говорит, я пойду, посмотрю. Говорю, конечно. Говорит, если на работу не пошел, хотя поеду, посмотрю. Говорю, конечно, едь. А я сейчас позавтракаю. Буду посылки собирать для вас. Вот, кто купил у меня что, да. Вот, и отправлять сегодня буду. И что, мне сегодня три посылочки собрать надо. Да, три посылочки. Но у меня там еще тоже, как бы это, забронировали, да, вещи. Это уже потом на той неделе я буду отправлять. Вот такие дела, девочки. Все, всем хорошего утра, хорошего дня, хорошего вечера. Не болейте, да. Будьте здоровы. Я и закончила полуверчик, да, для Нюнки. Вот так вот у меня получилось. Вот так связала рукавчики. Такие вот. Такие вот. Я уже, знаете, что думаю, у меня вот остались вот такие вот небольшие. Я думаю, может быть, капюшончик связать, привязать, как бы вот сюда, вот. Прямо вот сюда, вот так вот, вот из этой пряжи. Чтобы вот так вот он висел. Наверное, я так сделаю. Ну, и потом я барнюшечки начну вязать, сыночку. Видите, как тут резиночка. Считаю, удачненько получилось. Прямо хорошо, хорошо. Я побольше связала, потому что это шерсть. Ну, стирать, конечно, знаете, на ручной стирке. Аккуратненько. Работает довольно, девочки. Сто процентов все. Ребятишки улеклись. Нюшка постоянно барнюшу жалеет. К нему подходит, ложится. И вот вместе спят. Раньше он ей как-то не разрешал, когда вот еще нормально. Ну, как бы все нормально было. А сейчас вот так. Ну, вот как-то так. Вот капюшончик я все-таки связала. Видите, как получилось. Надо отпарить немножко или обвязать немножечко, чтобы он не загибался. Вот эти края. Видите, какой славный получился. Если вот так переворачивать, да. Я его прям петли здесь набрала и провязала. Будет вот так, если она будет одевать. Ну, как бы для красоты, знаете. Интересно будет смотреться. Вот так вот. Вот так вот. И я померила уже на нее. Так смешно. Правда, не засняла. Но так смешно смотрится. И интересно. Сейчас начну парнюшки вязать. Вот мюшки связала на зиму. Пловерт такой классный. Я считаю, что классно, девочки, получилось. Так вот интересно. Правда же. И пряжу подобрала. Мне же не хватало вот этой. Вот здесь тоже не хватало. Видите, я вот эту здесь, вот эту добавила. А здесь мне не хватало. Так уберу. И мне пришлось опять розовую искать, подбирать. Эту нитку добавлять. То, что я вот здесь добавляла цветную. Я вот так вот подобрала. Сейчас вам покажу даже, какую я пряжу нашла. Вот такую. Вот видите. Вот это шерсть стопроцентная. А здесь тоже шерсть, но она с полуэстером. Смешивая. Смесивая. И вот когда вот так смешиваешь, видите, как получается. Вот так вот. Интересно, правда, получается вот такое. Это, конечно, никакая. Прямо черные тучи такие навесные находят. Прямо, знаете. Сейчас вот вроде немножко ветер успокоился, но все равно. Оно порывами такими, знаете. Спокойно, спокойно. А потом, как начинаются такие порывы, порывы, ветра сильные. Вот. Вот вроде там что-то это про, как сказать, ну, как сказать, проясняется. Вот. А там прям черные идут. Девочки, у меня стул скрипит. Некому смазать. Смазки нет. 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 Продолжение следует...